всем большой привет сейчас у нас на дворе уже август практически его середина но в прошлом месяце мне нечего было вам показать поэтому я показываю вам сейчас и не буду я долго тянуть сразу начну с готовой вещи которая которой я очень довольна вязалась она достаточно быстро с воодушевлением у меня такая предпосылочка у меня оставалось несколько мотков пряжи alize lana gold который я не знала куда использовать в принципе никаких особых идей у меня не было на этот счет но тут моя знакомая попросила меня связать для своей дочери для ее дочери четырехлетней до моей моя дочь и ее дочь они дружат вот попросила связать кардиган у меня сейчас такой выработан вкус какой-то стиль да я вижу достаточно простые вещи и уже такая насмотренность я как бы вот то что она предложила для меня ну я бы поначалу не подумала бы что мне такое понравится но по мере того как я вязала по мере того как моя дочка алиса мерила мне эта вещь тоже приглянулась и я теперь я хочу связать точно такой же кардиган для своей дочери вот это нормально что наши вкусы все мы разные и вкусы различаются и иногда мне нравятся более такие какие-то нарядные до вычурные изделия иногда более простые совершенно обычные базовые но в то же время какие-то интересные своей формой да сейчас я покажу кардиган я надеюсь что в этом цвете можно будет хорошо разглядеть его это реглан снизу с аранами по полочкам и по рукаву кто следит за моими я уже влоге за моими видео во влоге показывала да здесь у нас везде фабричный набор я оставлю ссылочку как я это делаю вязала я снизу вверх без швов с имитацией швам дальше отдельно я вязала рукава присоединяла вязала регланную линию далее я делала планочку также из резинки 2 на 2 закрывала ее иглой и в конце уже делала ложную китлевку вот тоже по мастер-классу которые у меня есть на канале оставлю ссылочку вам внизу под видео или здесь где-нибудь тоже всплывет вот здесь у меня кардиган на 8 пуговок пуговки мне недавно относительно пришли с алиэкспресс и вот такие заказывала деревянные очень красивые и они кстати при стирке не меняют своих свойств своего цвета насколько я уже попрактиковалась да в общем и мочила их и использовала мыльные растворы все замечательно и вот что у меня получилось рукава здесь немножко длинные специально чтобы можно было их вот так вот подвернуть при мере роста ребенка раз развернуть и будет вот такой вот кардиган достаточно долго служить потому что пряжа лана голд я в ней уверена если ее специально не закатывать ну как бы в тех местах где соприкасается трущая верхняя одежда либо сумка тогда да тогда она возможно будет закатываться но это все по мере очищения все приходит в норму а так пряжа достаточно износостойкая теплая и этот кардиганчик будет использоваться в качестве такой легкой курточки под начала для начала осень да как бы под ветровку но и я считаю что я справилась задачей вот я довольна очень и теперь хочу такой же связать своей дочери сейчас я по но по номерам цвета по номеру цвета вам все скажу но как как девочки улыбаются красивенько и бочком и спинкой повернись ну а теперь ручку покажи красота этот цвет у нас 302 насколько я помню точно я подпишу обязательно вот ушло около трех мотков где-то два с половиной вот и у меня еще есть вот такой вот красивый насыщенный бордовый здесь цвет 57 тоже у меня три моточка вот из такого я буду вязать своей дочери точно такой же кардиган и возможность скорее всего даже я сделаю мастер-класс я думаю что сейчас вот начинается сезон как раз теплые одежды теплые вязаные одежды поэтому кардиган будет очень актуален вот работой я довольна еще раз повторюсь и надеюсь что девочка и мама и и так же будут довольны я вообще давно уже не вязала на заказ и не собиралась принципе этого делать но сейчас мне появилось чуть чуть побольше свободного времени поэтому я решилась взять и кто его знает возможно я буду иногда брать такие заказики небольшие чтобы ну и было была возможность снимать мастер-классы и что-то новое пробовать потому что я бы не вязала бы допустим вот саранами кардиган я бы наверное не вязала куда для своей дочери но связав вот этот вот с идеей моей подруги я решила что все-таки смотрится хорошо красиво и так по девчачьи это тоже нужно до разбавлять гардероб девочки вот такой вот женственной ноткой немножко вносить такой женственности потому что если все такое унисекс цену это тоже достаточно скучно и у ребенка тогда не развивается вкус какой-то дала в одежде она видит все однобоко а сейчас я все-таки решила делать и более женственные вещи и и что еще из готовых работ это вот такая вот маечка готовая который я уже показывала и для своей дочери я ее сделала но я не скажу что я прям супер довольна этой работой но есть и есть вот пару раз она носила даже не хочу заострять внимание потому что но это просто вещь такая вот легкая на лето с джинсовыми шортами и возможно там с юбочкой какой-то да вот для разнообразия маме некуда было видимо 10 пряжу поэтому я решила связать ну вообще мне там задумка же другая была насчет платья в итоге если что-то не получается вот уже с самого начала до хотя вот с кардиганом со своим серым у меня даже не получалось сначала но потом получилась классная работа ну вот иногда бывает и так что если что-то не задалось то уже это вещи ты остываешь к ней бывает так и еще одна последняя готовая работа которая связалась буквально вот за несколько часов и она была внезапной идеей такой потому что ко мне приезжает подруга через неделю она сейчас отдыхает на море вот давно мы с ней не виделись она из якутии и немножко погостит у меня и я решила ну как же так отпускать ее холодные края без вязаных изделий поэтому я все таки решила сделать подарок быстренько связать я надеюсь что понравится ей или ее дочери я связала вот такую вот шапочку очень очень теплую из пряжи на к спагетти вот такая вот этикеточка к спагетти этот цвет 3079 толстенькая такая тепленькая она идет без подклада но с подворотом косой вот такой вот широкой посредине с натуральным помпончиком меховым из такой вот бирочкой шапка мне очень нравится я надеюсь подружки или ее дочери тоже понравится как она выглядит она очень очень теплая совсем не для краснодарской зимы она такая свободная прическу не будет применять вот такая вот теплая очень держит прям форму она связана на спицах номер четыре пряжи это достаточно толстая здесь рекомендуется 25 процентов шерсти 75 премиум акрила и рекомендованные спицы у нас 6 миллиметров на 100 грамм 60 метров ну 6 миллиметров это рекомендуется для обычных вязальщиц для меня все-таки я вижу слабо поэтому беру всегда номер спиц поменьше вот мне уже жарко очень очень жарко несмотря на то что здесь больше половины акрила да но шерсть также присутствует и пряжа очень очень теплая и шапка очень теплая получилось вот если поставить она будет стоять и еще в подарок я вижу ей или там кому-нибудь из ее детей у нее трое детей вот такой вот снуд это молодежная пряжа у меня вот оставался целый моток мне нравится качество пряжи и ее износостойкость и тепло то которое она держит вот согревает холодное время года вот обычная резиночка один на один и такие вот переплю жгутики снуд труба у меня есть такой я вязала такой чтобы можно было и детям и себе носить резиночкой 5 на 4 по моему 5 на 3 вот и носила всю зиму и детям если что повязывала надевала и сама носила мне нравится как ведет себя пряжа и как она смотрится очень красивый цвет такой темно-серый немножко немножко в отлив или меланжевый но что-то такое вот очень красивый цвет вот это снудик такой тоже пойдет в подарок и последний процесс который сейчас у меня это летняя сумка морская спасибо большое за рекомендацию вставить красный цвет я очень довольна спасибо вам большое за совет вот такая вот сумочка получается я хочу сделать чуть-чуть подлиннее чтобы можно было сюда все вещи которые нужны для пляжа все складывать мне нравится как получается я очень рада рада что все таки решилась на эту сумку и я обязательно довяжу лето уже подходит концу но море еще нам только предстоит поэтому все как раз будет вовремя сейчас свежу снуд и довяжу сумку но еще это но это не все я просто больше показывать вам не буду я вижу образцы еще не не до конца и отвязала думаю насчет узоров и из новой пряжи которые я показывала недавно в одном из своих видео и еще мне предстоит связать кое-что очень объемное тоже пока не буду раскрывать все карты это вы увидите в следующем видео которое будет буквально через несколько дней и вот такие вот у меня планы лето подходит к концу впереди у нас как раз таки вязальный сезон и у меня очень-очень много идей я говорила о том что у меня много идей еще в начале лета к сожалению я не все связала что хотела я бы очень хотела связать майку с ромбами белую но я думаю что уже это будет в следующем сезоне если я не передумаю вот и в принципе я довольна тем как я поработала этим летом я связала и сумку и вот эту маечку я связала поносила и и что еще и детям я связала по летнему каждому по летнему кардигану сына голубой был дочери такой сиренево розовый перевязанной из другого изделия из другого кардигана вот так что в принципе летним вязанием я довольна в этом году и надеюсь что так же продуктивно будет у меня и дальше все я хочу сказать что я не гонилась за количеством связанного сейчас я хочу вязать только то что действительно буду носить и на это я готова тратить свое время на это мне приятно тратить свое время я буду каждую вещь обдумывать прежде чем связать нужна ли она мне буду ли я ее носить или мои дети в каких случаях с сочетание с какой другой одеждой в общем нужно все тщательно обдумывать прежде чем приступить к вещи не просто лишь бы вязать но иногда хочется просто что-то взять и вязать и для этого я решила что буду делать запасы каких-то носочков варежек возможно буду дарить до или продавать или ну в общем носить в общем это никогда не будет лишним тем более сейчас у меня один ребенок пошел в сад и второй надеюсь тоже пойдет так что круг знакомств уже расширится круг возможных продаж так что в общем я решила что буду вязать аксессуары чтобы они просто лежали а для себя я буду вязать именно вот с таким тщательным обдумыванием напишите как ваше летнее вязание продуктивно ли или вы много отдыхали и наслаждались теплом и отпуском я всем желаю хорошего настроения вдохновения осеннем зимнем сезоне и чтобы у вас просто было все хорошо всем пока спасибо большое за внимание